МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте подробнее, что сегодня осваивают пенсионеры. Вы знаете, наше региональное отделение Союза пенсионеров России, как в целом общероссийская организация, своей задачей ставит активное долголетие. Потому что мы наблюдаем, что долголетие уже есть реально в жизни. Оно может быть разным. Оно может сопровождаться деменцией, а наша задача, чтобы оно было активным. Поэтому мы понимаем, что если пожилой человек остается, вне такой важной зоны, как интернет, если не общается с помощью этой формы общения, активной, то это, наверное, неправильно. Поэтому мы уже несколько таких планов, связанных с компьютерной грамотностью, осуществили в Хабаровске, в Хабаровском крае. А как это пришло в наш город? Вы знаете, первая ласточка, что называется, мы выиграли президентский грант. Совместно с Дальневосточным институтом за действие общественному развитию, это есть такая автономная некоммерческая организация, мы сделали проект института третьего возраста. И он охватил четыре территории края. Ванинский район, Советско-Гаванский район, Нанайский район и район имени Лозо. Мы провели занятия в рамках института третьего возраста. То есть читали лекции на разные темы, которые интересуют пенсионеров, и обучали компьютерной грамотности. Но потом мы, в общем-то, работаем над тем, чтобы как можно больше пенсионеров были охвачены разными формами обучения компьютерам. То есть это волонтеры занимаются в центрах по работе с населением, это через пенсионный фонд идут определенные средства из федерального бюджета на обучение пенсионеров. Кстати, вот инициатива по тому, чтобы из федерального бюджета такие деньги выделялись, она исходит от Союза пенсионеров России. А вот инициатива по созданию курсов обучения на смартфонах, она исходила от межрегионального общественного фонда, называется он «Качество жизни». Это Московский благотворительный фонд. И они совместно с Союзом пенсионеров России тоже выиграли гранд президентский. Вот наша территория, Хабаровский край, как пилотный проект прошел по нашему краю и еще пять регионов страны попали в этот пилотный проект. Это город Липецк, это Барнаул, Новосибирск, Краснодар и город Хабаровск. А вот скажите, пожалуйста, получается, что теперь раньше молодое поколение боялось, что они зайдут в Инстаграм и их начнут мамы и папы лайкать. Теперь это будут делать бабушки? Чему учат пенсионеров на этих курсах? Вот наша программа, она называется «Снова в деле». И само по себе уже понятно, что я пенсионер, я уже не работаю, но я снова в деле. Почему? Потому что с помощью технологий, которые возможны с помощью интернета осуществить, человек может даже найти себе работу. И вот мы обучаем самым простым вещам. Сначала мы вообще рассказываем о возможностях смартфона. Они, по крайней мере, будут знать, если они покупают смартфон, то каким он должен быть, какие параметры у смартфона, какие возможности, что им подходит. По крайней мере, первые занятия на это нацелено. Но у кого нет смартфона, тот уже идет и покупает с полным пониманием, что ему нужно купить. Мы обучаем тому, как работать с электронной почтой, как скачать какие-то приложения, как зарегистрироваться в WhatsApp, в Одноклассниках, то есть пользоваться вообще социальными сетями. Ну и вершина наших занятий – это разместить резюме и найти себе дело по душе. Это не самое главное, чтобы он заработал. Конечно, хорошо, если с помощью этого можно заработать. Но самое главное – почувствовать себя востребованным. Я умею выращивать хорошо рассаду, допустим, и я поделюсь, как это делать. Ну, кстати, сейчас какое-то огромное количество людей старшего поколения я нахожу в YouTube, когда они рассказывают, как нужно готовить. То есть они сами ставят камеру, снимают видео, они умеют говорить, как настоящие ведущие. Я так понимаю, что и монтировать, но, возможно, им внуки помогают. Чему именно вы учите? Вы учите делать фотографии? Как правильно писать? Вот несколько занятий посвящено именно фотографированию. Вы знаете, это такое удовольствие огромное, когда сфотографировали друг друга на занятиях, а потом начинают эту фотографию приводить в тот вид, который потрясает их самих. Они тут же пытаются своим внукам послать и удивляются, когда узнали ли их внуки. А селфи умеют теперь делать? Умеют делать селфи, умеют делать вот эти ролики, умеют готовить резюме правильно, красиво преподнести, так сказать, свои услуги. Ну, может быть, это виртуально придуманные им сегодня услуги, но мы говорим, что мы научим вас открыть эту дверь в эти возможности. Воспользуйтесь вы ими или нет, это уже ваше право. И вы знаете, многие вот просто, как бы даже не рассчитывая на более серьезные такие дальнейшие ходы, сделали такие резюме, разместили, и буквально на второй-третий день получили массу вопросов. Предложений? Предложений, да. Это касалось выращивания фиалок, это касалось того, как проводить занятия с ребенком, которого надо подготовить к школе, и так далее. Мы понимаем, что если это становится уже предметом работы, то есть зарабатывание денег, то, конечно, тут определенные юридические должны быть обоснования. Мы их тоже этому обучаем, что надо регистрироваться в налоговых органах и так далее. Например, одна из слушательниц наших очень хорошие печет торты. Она готова их продавать, и учится тому, как размещать информацию об этих ее способностях. Она должна прекрасно понимать, что прежде чем это разместить и заниматься этим профессионально, она должна еще выполнить ряд таких юридически обоснованных действий для того, чтобы это можно было делать. Но мы этому их учим. А кто, кстати, учат? Это профессиональные фотографы, профессиональные филологи, журналисты. Учат писать ведь и учат фотографировать? Наши преподаватели, два преподавателя, ездили в Москву на курсы повышения квалификации. Вот перед тем, как мы открыли занятия на наших курсах, а мы работаем с апреля уже, они ездили в Москву, и там занимались, получили сертификаты. Вполне квалифицированные преподаватели сами по себе. А дополнительно они эти возможности изучили. Поэтому получается все хорошо. А вот лекции, которые касаются правовых вопросов, нам читают специалисты из Комитета по труду и занятости населения правительства края. Мы приглашаем их. Сотрудники пенсионного фонда с ними занимаются. На портале госуслуг мы проводим всякие занятия, которые помогают им практически это освоить, потому что это тоже нужно будет в процессе деятельности их, если одна будет эта деятельность. Ну вот так. А учат ли безопасности в интернете? Я имею в виду, знаете, сейчас очень много мошенников, которые присылают сообщения, чтобы кто-то что-то отослал. В интернете еще больше мошенничества, ввести куда-то неправильно код или перевести деньги. Говорите ли вы об этих моментах? Мы об этих моментах говорим. К сожалению, практика показывает, пилот проектный, что занятия в течение месяца, они, конечно, очень насыщенные, потому что мы занимаемся три раза в неделю, понедельник, вторник, среда, с 4 до 7 часов вечера и домашние задания. То есть по три часа занимаетесь? По три часа. С перерывами? Есть 12 занятий, они все конспектируют, дома выполняют домашние задания, и обратная связь с преподавателями ВКонтакте, ВКонтакте, да, они зарегистрированы, все и в Ватсапе группа. Поэтому выполнение домашних заданий обязательно. Экзамены, конечно, не сдают, но вот невыполнение домашнего задания, оно как бы мешает тому, чтобы они продвигались быстро в том темпе, в котором мы им задаем. Но вот время показывает, что месяца мало. Поэтому мы, конечно, эти темы затрагиваем о мошенничестве, но достаточно, ну, наверное, недостаточно времени на это все-таки уделяется. Есть ли какие-то учебники или рабочие материалы? Нужно приходить со своим смартфоном или там выдают смартфон? Как это происходит? Вообще, наши партнеры по этому гранту, Межрегиональный благотворительный фонд «Качество жизни», они нас набдили методической литературой. У нас очень хороший учебник есть методический, красочный очень. Дальше нам предоставили смартфоны. То есть во время занятий наши слушатели пользуются нашими смартфонами. Но могут, конечно, пользоваться и своими, хотя удобнее пользоваться одной маркой смартфонов, преподавателю так удобнее. А дома они все это переносят на свои смартфоны. Вы знаете, что мне больше всего нравится? Вот сам факт того, что они настолько к концу занятий становятся близки друг к другу в мироощущении, у них столько общих интересов. Но вот, допустим, совсем неожиданно одна из слушательниц меня спросила, Анна Ида Михайловна, вот я слышала, что пенсионеров в Хабаровске обучают китайскому языку. Я очень удивилась этому, потому что я не знала. Я в интернете нашла эту школу. Называется она «Поколение». Частная школа иностранных языков. И я скачала в одноклассники их страничку. Ну, то есть как адрес, чтобы они могли, наши пенсионеры, кто желает туда обратиться. На второй день мне позвонили с этой школы. Я очень удивилась, и мне сказали. Вы знаете, за вчерашний день было более 70 звонков от пенсионеров за один день, желающих обучаться китайскому языку. Вот где концентрация рекламы. Потрясающе. Вы знаете, я встретилась с этой удивительной женщиной, директором этой школы. Они совершенно бесплатно решили вот такую вот идею претворить в жизнь, обучать китайскому языку. Но есть такое явление, как деменция. И многие хотят уйти от этого явления и ставят перед собой совершенно невероятную цель. Изучить китайский язык. Это же очень сложно. Вот такую вершину покорить. Ну, занимаясь в течение трёх месяцев, конечно, китайский язык за три месяца не изучишь, но элементарно общаться на рынке при покупке продуктов каких-то там или выехать на лечение в тот же Китай, в Долянчи, например, и сказать пару фраз на китайском языке, это очень круто. А давайте назовём пять приложений, которые обязан иметь пенсионер в своём смартфоне. Электронная почта. Первое, что мы делаем. В ВКонтакте, в Ватсапе, в Одноклассниках, в Инстаграм. Ну, и дальше мы им предлагаем закачать самостоятельно те приложения, которые им понравятся. То есть мы их выводим в Google Play, где они просматривают понравившиеся им приложения. Одни шагомеры закачивают, другие закачивают прогнозы погоды, третью музыку. Ну, в общем, что им нравится. Это как задание дополнительное. А вот обязательно я вам назвала. Скажите, курсы эти платные, как можно на них записаться? И где они проходят? Курсы бесплатные. Для слушателей они бесплатные. Записываться можно в пенсионном фонде. Кабинет 107-й, это общественная приёмная, по пятницам с двух до четырёх. Союз пенсионеров ведёт запись. Можно записаться в центрах по работе с населением Содружества. Это на Пушкино-60 или на Калинино-50. Вот там можно записаться. Но я вам хочу сказать, что мы уже группы набрали. Уже в августе у нас каникулы. Осталось три группы провести ещё в сентябрь, октябрь, ноябрь. Практически группы уже заполнены. Поэтому мы можем в качестве вольнослушателей ещё набрать. И задумка такая, что, учитывая очень большое количество желающих, мы будем привлекать волонтёров и заниматься персонально. Пять-шесть человек, пенсионеров, волонтёр и сотрудник пенсионного фонда будут обучать почти индивидуально вот этим возможностям смартфона. Кто может стать волонтёром? Вот у нас есть молодёжный центр волонтёрский. Мы с ними переговоры сейчас ведём по этому поводу. Я думаю, что это студенты. Почему мы пока ещё не можем сказать, сколько их будет, потому что ещё не начался учебный год, студенты ещё не приступили к занятиям. Но, как правило, это студенты. Но и молодёжный центр, вот волонтёрский центр, кстати, они оптимистично на это смотрят и полагают, что это получится. Помимо вот этого курса есть ещё очень много других интересных вариантов. В городе Хабаровске особенно в каждом районе есть центры по работе с населением. Это удивительные абсолютно организации, в которых можно по интересам найти всё, что угодно. Значит, там люди встречаются для того, чтобы почитать друг другу стихи, чтобы попеть в хоре, чтобы поиграть в теннис, различные спортивные кружки в некоторых центрах по работе с населением, скандинавская ходьба и так далее, и так далее. Стоит только преодолеть вот себя и раз зайти по месту своего проживания в тот центр, который есть, в том районе, в котором он проживает. Спасибо огромное за то, что вы делаете, за то, что обучаете старшее поколение. И мы будем рады видеть вас снова и у нас в гостях, и рады будем видеть наших бабушек и дедушек у вас на курсах. Очень хочется, чтобы вы сделали со мной селфи. Можно это устроить? Конечно. Отлично. Спасибо. Продолжение следует...